Украина изменила свои военные планы из-за утечки предполагаемых секретных документов Пентагона. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому. Попавшие в открытый доступ данные стали главной темой последних дней. В них, в том числе, раскрываются недостатки украинской армии, а также показывается, как глубоко США внедрились в российское Минобороны. Мой коллега Михаил Шептун разбирался в теме. Михаил, приветствую. Сейчас, я так понимаю, есть несколько версий, что все же это был какой-то псевдослив или есть те, кто рапортует о успехе российской разведки. Так ли это вообще? Что сейчас известно? Да, Саша, приветствую. Но пока вот с уверенностью сказать, провал ли это спецслужб или намеренный вброс, нельзя хотя бы, потому что в документах нет ничего, что выдавало бы, например, подделку, либо нет явной пользы от их публикации ни для одной из сторон. Зато утечка уже осложнила отношения США с союзниками. Уж слишком обширный охват неудобных тем от ПВО Украины до израильского Моссада. Документы двумя порциями в четверг и пятницу обнаружила газета New York Times. Это порядка сотни будто бы сделанных в спешке фотографий листов А4, некоторые с пометкой «совершенно секретно». Скорее всего, это была презентация, в которой описывается положение дел на фронтах по состоянию на 1 марта, соотношение сил и потерь и подготовка украинского контрнаступления. А еще есть ежедневные предупреждения о времени и местах нанесения российских ударов по Украине, что говорит о степени проникновения американской разведки в высшее военное руководство России. В одной из записей, например, подробно излагаются планы российского генштаба по противодействию натовским танкам. Но следит Вашингтон, судя по утечке, и за союзниками. В одном разделе речь идет об обеспокоенности официальных лиц Южной Кореи тем, что Джо Байден может давить на президента Юн Сок Йоля по вопросу оказания помощи Украине. А в другом документе указано, что якобы израильский Моссад поощрял протесты против судебной реформы в Израиле. В обоих случаях информация добыта с помощью радиотехнической разведки. Проще говоря, прослушкой выходит, что США шпионят за одним из своих самых важных союзников на Ближнем Востоке. Скандал. Офис Бениамина Нетаньягу накануне назвал информацию о Моссаде лживой и безосновательной. Моссад и обслуживающий его высокопоставленный персонал вообще не занимались проблемой, демонстрацией и привержены ценности служения государству, которая руководила Моссадом с момента его основания. Какие выводы можно сделать из документов по Украине, кроме того, что очевидно обе армии измотаны? Киев формирует 12 боевых бригад, половина из которых должны были быть готовы к 31 марта, а остальные к 30 апреля. Правда, есть оговорка, что готовность все же зависит от сроков поставки техники и вооружений. Но уже из-за этого можно предположить, что задействовать в контрброске могут около 60 тысяч украинских военных. Тем не менее, конкретных дат и мест возможного наступления в документах нет. Но есть проблемы. У украинской армии острый дефицит натовских боеприпасов для артиллерии. А хуже всего дела обстоят с ПВО. Например, ракеты системы С-300 еще советского производства при нынешнем уровне использования будут истощены ко 2 мая. А сейчас это основа украинской противовоздушной обороны. Полковник ВВС Украины Юрий Игнат косвенно это подтвердил, сообщив в Wall Street Journal, что Украина столкнулась с серьезными проблемами в поиске боеприпасов для С-300 и батарей БУК. На Западе считают, что утечка может нанести реальный ущерб военным усилиям Украины, потому как теперь Москва просто перекроет источники информации. В Кремле реагирует сдержанным. Вы видели, действительно, утечки достаточно интересные. Их все изучают, анализируют, широко обсуждают. Но то, что Соединенные Штаты за разными главами государств, особенно в европейских столицах, давно уже начали слежку, это неоднократно всплывало, вызывало разные скандальные ситуации. Это все легко вспомнить. Поэтому этого нельзя исключать. Есть понятное мнение, что утечка выгодна Москве еще и тем, что она вбивает клин между Вашингтоном и Киевом. Все же, если верить документам, США шпионили за Владимиром Зеленским. Пока ясно, что впервые документы были опубликованы 28 февраля и 2 марта в чат-платформе фанатов компьютерной игры «Майнкрафт». То есть больше месяца оставались незамеченными. Последующие недели некоторые из документов были повторно опубликованы в других социальных сетях, включая «Фочан». Там, например, была выложена карта военных действий в Бахмуте. И только когда в последние дни документы появились в Твиттер и Телеграм, то тогда они привлекли уже широкое внимание, активно стали распространяться в пророссийских Телеграм-каналах. Есть версия, что в итоге часть снимков, в частности тех, где говорится о потерях сторон, могла быть изменена. Якобы цифры для украинской стороны были завышены, а для российской — занижены. Вашингтон-Пост пишет, что в руководстве Пентагона паника после слива, по данным газеты, военное ведомство США строго ограничило распространение разведданных. А американский Минюст расследует утечку. Это похоже на серьезную проблему контрразведки. Тот факт, что этот кладезь документов просочился. Мы говорим о вещах, которые могут нанести ущерб нашей национальной безопасности и усилиям ЦРУ в Европе и во всем мире. Источники агентства Рейтер предполагают, что документы были слиты американцам. Уж слишком широко и подробно излагаются темы. Такая информация могла быть только в руках США. Один из собеседников Нью-Йорк Таймс, высокопоставленный сотрудник разведки, назвал утечку «кошмаром для пяти глаз» — Альянса разведок США, Британии, Австралии, Новой Зеландии и Канады. И пока в Киеве считают документы фотошопом и подделкой, журналисты Нью-Йорк Таймс, которые первыми рассказали об утечке, называют ее первым прорывом российской разведки с начала боевых действий в Украине. Саша, пока эксперты все сходятся в главном, что документы, по всей видимости, подлинные. Да, спасибо, Михаил, очень детально. Я думаю, что это история, за которой будут следить еще очень долго. Корреспондент Артевия Михаил Шептуна об утечке данных Пентагона. Ну, а мы продолжим обсуждение темы с экспертом Давидом Шарпом. Он с нами на прямой связи. Давид, приветствую вас. Добрый вечер, Александр. Есть версия, что это был намеренный слив документов. А мог ли он быть вообще выгоден американской разведке? Никогда нельзя исключать проведение операций по дизинформации. Однако, если такая проводится, желательно понять, какая у нее могла бы быть цель. И здесь, если бы, например, целью было желание ввести в заблуждение Россию касательно сроков или места наступления украинской армии, ну или чего-то подобного, то такая цель достаточно очевидна и понятна. Что касается пока попавшей в сеть информации, и не только, ну то есть той, о которой мы знаем на данный момент, ничего подобного нет. Поэтому не совсем понятно, кого и зачем могли бы дезинформировать американцы подобным сливом. Более того, нет ни малейшего серьезного намека на то, что подобная вещь принесла пользу. Более того, американцам нанесен существенный ущерб. В общем-то, есть некие зацепки по поводу того, как ими добывается информация, которую могут принести пользу тем, за кем шпионили. Наконец, элемент нервозности в отношениях между союзниками, в том числе, кстати, и с Украиной. Я веду к тому, что пока причин видеть вот такую теорию заговора нет. И, скорее всего, ситуация обстоит более банально. Конечно, время, конечно, покажет, российская ли это разведка. Но, скорее всего, вот лично я склоняюсь к версии, что это источник внутренний, из Пентагона. Тот, кто имел доступ, попало. А вот почему это попало, это уже вопрос иной. Например, из корыстных соображений, из идеологических соображений или по причине халатности. В истории имели место случаи, когда, например, носители информации или документы кем-то несанкционированно, скажем, забирались домой, а потом терялись. Ну, или даже крались в коде угона автомобиля или квартирной кражи, которая не имела никакого отношения к попыткам агентуры завладеть секретами. Да, если это все так, и действительно это не псевдо-слив, насколько это серьезный ущерб для американской разведки, учитывая, что документы могут раскрыть источники, с помощью которых они получали информацию, в том числе, я так понимаю, и в российской Минобороны? Для начала нужно оговориться, что мы, естественно, не все знаем. Лично я кое-что успел увидеть, а в остальных случаях приходится полагаться на описание чьи-то, в частности, американской прессы. Наконец, иди, знай, может быть, еще что-то интересное появится в ближайшие дни. И, однако, из того, что пока известно, о каких-то катастрофических последствиях говорить не стоит, конечно же, вылезла наружу лишняя, в том числе совершенно секретная информация. Однако речь не идет о информации, например, которая могла бы выдать каких-то агентов. Или что-то сенсационное, скандальное, до такой степени, что прямо стало, знаете, таким открытием Америки. Ничего подобного пока нет. То, что американцы ведут разведывательную деятельность в отношении союзников или по-простому шпионят, это известно давным-давно, в том числе, например, в Израиле, касательно израильских. То, что израильск консульство американское в Тель-Авиве, оно же ранее было посольством, является центром электронного шпионажа, не знают только ленивы. Более того, появлялась всегда на этот счет и конкретная информация неоднократно. Вопрос в том, что информация, которая добывается методами электронной слежки, взлома и спутникового наблюдения, те, кто, в общем-то, заинтересован был всегда знать, я имею в виду разведслужбы и силовые структуры стран потенциальных целей американцев, должны были знать, и я считаю, должны знать, что у американцев и сообщества «Пяти глаз» просто огромные колоссальные технические возможности. Поэтому для них не должно быть неким совершенно ужасным или новым открытием, что американцы взломали тот или иной код или прослушали тот или иной разговор. Однако, возможно, все-таки неприятные сюрпризы для тех, кого прослушали были, и им теперь, в том числе опираясь на слитые данные, стоит, естественно, проверить, были ли нарушены меры обеспечения информационной безопасности, или какие защитные шаги для защиты можно предпринять. То самое проникновение в российские верха, как принято сейчас говорить последние, на самом деле речь идет ведь об именно не агентурных, а вот этих сведениях, полученных через электронные методы получения информации. Я не думаю, что для российских спецслужб это новость, что американцы имеют очень серьезные возможности, а Россия для них является приоритетной целью. Да, а может ли вообще эта утечка повлиять на ход конфликта в Украине, если вот тем более есть такие возможности у американской разведки? На самом деле тот факт, что американцы добывают сведения, в том числе и в России, благодаря своим инструментам, он, безусловно, влияет и влиял на ход конфликта в Украине. Более того, еще перед самым конфликтом американцы озвучивали кое-какую информацию, в том числе о готовящемся нападении, а потом были утечки, и насчет того, насколько конкретно и насколько низовом уровне они владели информацией, то есть они даже, в общем-то, это не особо скрывали. То, что американцы имеют доступ, это главный фактор, и он очень сильно влияет на ход конфликта. А вот то, что это было слито сейчас, трудно сказать. Мы не видим никаких вот таких сногсшибательных сведений. Я имею в виду, в первую очередь, сроки наступления или какую-нибудь сверхсекретную информацию, сроки, место. А значит, ничего такого на самом деле ужасного не произошло. Более того, описываемые вот эти вот дефицит боеприпасов, к примеру, или количество бригад, которые готовят украинцы, да все это по большому счету есть в открытых источниках, плюс-минус. То есть это то, что ракеты для С-300 не производятся нигде, и они в дефиците после более чем года интенсивных боевых действий. Но это понятно и ребенку. Для этого не нужна великая разведывательная информация. Поэтому пока мы ничего не увидели, не услышали того, что в самом деле должно коренным образом повлиять. Иди, знай, время покажет. Может всплывет что-то как раз в самом деле относящееся к подобного рода информации. Ну а некоторая нервозность, необходимость лучше обеспечивать защиту информации. Да, можно сказать, что это у всех участников, в частности, американцы, украинцы. Но да, это в какой-то мере косвенно тоже влияет на ход конфликта, потому что конфликт это, в общем-то, единое целое, в том числе и медийная составляющая, в том числе информированность разведсообщества, информированность политиков в том числе. Да, Давид, спасибо вам большое. Обсудили тему утечки данных с военным экспертом Давидом Шарпом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...